В детском саду номер 30 города Каспийска состоялся красочный и тёплый праздник. Дети встречали осень. Зал был украшен разноцветными листьями и корзинами с овощами и фруктами. А каждый из юных участников с нетерпением ждал начала. Ребята, посмотрите, как красиво в нашем зале. Сколько разноцветных листьев вокруг. А какой сегодня праздник? Праздник осени! Да, праздник осени. Яркой, красочной осени. Главной гостьей праздника, конечно же, была сама осень. В ярком наряде из разноцветных листьев она появилась под аплодисменты детей. Осень поблагодарила ребят за тёплый приём и спросила, что они знают об этом времени года. Дети с удовольствием рассказывали, как листья меняют цвет, как становится прохладно, а сады и огороды наполняются урожаем. Затем началась весёлая игра «Собери урожай». Осень принесла с собой корзины с овощами, фруктами и грибами. И дети должны были выбирать из них плоды, называть их и рассказывать о пользе каждого. Эта игра не только вызвала восторг, но и помогла детям узнать больше о дарах природы. Но на этом сюрпризы не закончились. Появилась кикимора и привела с собой лесных зверей – зайца, ёжика, белочку и медведя. Каждый зверь подготовил свою игру. Заяц устраивал прыжки по лужам из листьев. Ёжик предложил собрать грибы. Белочка учила танцу с листьями, а медведь проводил весёлую разминку. Ежегодно в нашем детском саду в это время проходят осенние утренники. Это не только сложившаяся добрая традиция, определённый положительный опыт, но и реализация федеральной образовательной программы дошкольного образования, в части выполнения программы воспитания. Задача педагогического коллектива, руководителя заключается не только в обучении детей, но и в создании благоприятных, комфортных условий для проживания, для пребывания детей в детском саду. Также для развития личностного потенциала каждого ребёнка, обеспечения эмоционального благополучия, эмоционального восприятия ими окружающего мира. Праздник продолжился танцевальной частью. Дети с ленточками-дождинками в руках изображали осенний дождь. Под музыку они кружились, создавая настоящий листопад. Гости праздника отметили, как дети старались выразить свою любовь к осени и природе через танец и игру. В завершении детям, которые смастерили тематические поделки с родителями, были вручены грамоты.